Ещё вчера Казалось, что это будет всегда Как одинок стоит город, некогда много людей Где твои сыны? Боги любители Где твои дочки? Угнаны в рабство Где твои дети? Сироты приходят в область Иерусалим, как сирота из отца Когда придёт время от избавления? Эстер, Фима, Дел Идёмте, у нас на Киплин Танцуют все Простите, а как мы будем танцевать? Все устали И какой умник это выдумал Маршал! Так, умника беру обратно И всё-таки мне кажется, что это больше похоже на военный совет, а не вам Ни одного гражданского лица, женского пола, кроме нас А я с Машей больше танцевать не буду, а то снова все ноги оттопчут Будет она танцевать? Не будет! Жену мне забить! Сидит, понимаешь, одна дома Непорядок Позвать ко мне вождей! Разрешите обратиться? Вождей отказывается прийти Непослушание Какой пример она подаёт другим Так, глядишь, и честь перестанут отдавать на улице А ваш авторитет Всё-таки командующий Маршал Победы Да я Да я Что мой оперативный штаб посовет Правильно! С флакой и ботулакой Вы считаете меня слабохарактерными? Но я просто не привык к этим интригам, заговорам, этикетам Я солдат! И оказавшись на вершине власти, просто не знаю, как себя вести Отсюда и просчёты, и неадекватные действия Фин, я, конечно, понимаю, что семочка за четыре сгорные И уж пойти сами сплёвываются Но таки имей совесть, которая у тебя немного есть И прекрати пачкать пол А то ведь эстерзия И будет немного крика Ой, мордыхай, Маркович Не мешайте мне конторно проводить время А это шо такое? Нет, я не поняла Шо это такое? Фин, ты, конечно, брат Друг и почти сестра Но порядочно ждём Дядя, а вы? Я тут убираю Готовлю А вы тем временем Сидите просто так И разрешаете этому босеку пачкать мне пол Будете драть его до кошачьего блеска Не начинаю Шо за гуа Так вы сразу и сказали Семочку не пачкай А то доктор прописал мне Спокойствие для сердца И я таки буду спокоен Почитаю лучше, что в мире делается Так, все умеют Пора мне на полку У меня есть шо вам сказать Светские новости Скандал на банкете За нарушение субординации И не выполнение приказа Вашти персидская снята с поста Супруги маршала Аша Куэрошина А её пост маршал передаёт другой Которая лучше её Приглашаются все желающие лица Женского пола А шо я сестер попробую Девушка она видна Тоже мне говорите А шо Пусть попробую Не, вы мне скажите Почему и нет Если эстер сирота И нас воспитал дядя Мордыхай То шо Она не имеет права На маленькое еврейское счастье С большими выгодами Таки имеет Никуда Я взял Начнём Здесь маршалити принимают Даёшь пятилетку за три года Обгонят и переводят Крецию по количеству Станова металлопома Вы любите розы? Не больно А я люблю лицер И через четыре года Здесь будет город-сад Как хорошо, как слежи были розы В моём саду Концорт приличали мой Как умолила я весенние морозы Не трогайте их холодной рукой Продолжайте Разворачивайтесь в марше Словесное небесто кляузе Тише, ораторы Ваше слово, товарищ Маузер Довольны жить законом, данным Адамом и Евой Плячу истории законем Левой, левой, левой Ну подождите, у меня есть ещё стихи для вас Я вам ещё что-то расскажу Пойдёшь 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 Тоже А где она? Вот Нет Эта Жалостная Вы что, себе позволяете? Это во мне Распустились На Ковкварту Вот Как тебя зовут? Эстер Эстер Чудесное имя Все свободны Почему Эстер А не другие девушки? Может, она и не сильная, но добрая Может, она и не такая талантливая, но настоящая Именно таких любят мужчины Шо? Мордыхай Маркович Вы хоть родственник, но вы понимаете, что говорит ваш язык? А шо такого? Шо такого? Я понимаю, что ты птица большого полёта Что в этом плохого? Нет Мне это нравится Я Фима Стою за прилавкой у всей шашаны на глазах И торгую шаурмой И это унижение мне предлагает мой дядя Я ж как вариант Мордыхай Маркович Или измените ваше мнение, или я вас не знаю Мне неинтересно ходить с вами по одной улице Фима, ты говоришь обе Это же как вариант На нас на гаву вахту как последних рядовых Выскочка Я так просто это не оставлю Только не кричите Что вы предлагаете? Может быть яд в утренниках Или лучше нож вбобь и все Именно. Завтра же приведем наш план в действие. Фима, ты это видел? Я что-то плохо не понял. Картина Маслова. Бурлаким пишет письмо турецкому сутату. И что мы будем делать? Схожу я к СТ. Надо поговорить. СТ! 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 Дядя, шо вы так кричите? Словно вас повысили по службе и направили начальника в армию. Не спрашивай. А шо? Случилось шо? Не начинай. Ой, спасибо, дядечка. Век помнить буду. Все в лучшем виде передам маршалу. Не сомневайтесь. Вы не понимаете. Мы элита. А маршал выскочка, пастух и мелочь. Ищет командует нами. Его место на конюшне. А не среди таких высокородных людей, как мы. Но ничего. Он доигрался. Завтра скинем маршала. Кто такой? Почему честь не отдаешь? А свет, что ли? Я болговый. А маршал. А по мне в руку акции. Не видишь, я преисполнил. Ах ты! Преисполнение! Поехали тут всякие. Ты руку убери, а то может быть немного более. Вы сломаете мне руку? Не страшно. Мы еще встретимся. Аман, ругалович, что это с вами? На вас лицами как здоровье? Нервишки не шалят? Ах, аж хорош, Иван. Устал. Все мои мысли о том, как сделать нашу Персию цветущей, прекрасной. Но есть одна проблема. И в чем заключается эта проблема? Есть один народ, разбросанный, рассеянный между народами по всем областям вашего гарнизона. Законы отличные от всех народов. И они не выпавляют законов гарнизонных. Да вы что? В колхозы не идут. На фабрики не хотят. Торгуют и дурят наши народы. Маршалу не надлежало бы так оставлять. И что ты посоветуешь? Не люблю. Просто за то, что они есть. Они везти. Они всю. Они не дают лишь жить и дышать. Проблема даже не в матриках. Я уживаюсь под лицами, не читаю. Дело в евреи. В их образе жизни, в их боге, их надо уничтожить. Стереть с лица земли. Другого выхода нет. Передаем экстренное сообщение. Работают все радиостанции Персидской империи. В 13-й день, в 12-го месяца Агара, предписано всех иудеев, от малого до старого. Детей и женщин истреби. А имение их распределить между теми, кто имеет мужиков. Мне показалось. Чтоб я так жил, как вам мерещенство. Чёрным по белому сказано. Все иудеев, от малого до старого, мужчин и женщин истреби. И шо за радость пришла в наш дом? Ну нам-то с этой радостью одни убытки. Надо что-то делать. Я думаю, шо надо срочно бежать к СТ. И просто срочно бегом на всех порах. Картина массовая. СТ! СТ! Шо с вами? На вас вицание. Одно выражение. Нет, ты слышала, что сегодня передал урагу? Слышала. Но что я могу сделать? Иди к маршалу и проси за нас. Иначе всем будет немного плохо. Но, дядя... Нет. Ты думаешь, что ты при нём. И тебе всё будет хорошо? Если ты промолчишь в этом время, то утешение и избавление возникнет евреям из другого места. А тебе таки будет Бог. Хорошо, дядя. Я попробую. Хоть ты при исполнении, но ты молись Богу, чтобы Он помог нам. Тебя нам услышит. Вы думаете, мне не страшно? Вы думаете, это просто идей и просить не золотую цепочку, а спасение для целого народа? Таки поверьте мне, я боюсь. Но кто это сделает, как не я? Молитесь вместе со мной. Святой Израиль, помилуй нас. Что не спит за мне? А прочитай мне последние изводки. Новости с боем. Успешно начали сеть зерновых колхозы в низовьях Нила. Дальше. Рыбаки в Финикии перевыполнили план поломли рыбы. Не то. Шахматный турнир в Индии. Это не сейчас. Криминальная хроника. Была обезврежена группа террористов, замышлявших убийство маршала Персидского союза Ахашвороша Ивановича Персианского. Заговоры раскрыл сотрудник уголовного розыска Шершаны Мардыхай Маркович Гоцман. И что страна дала герою? Ничего. Как? Кто в приеме? Аман Бухгалтерович. Вызови мне его. А скажите, любезный, если я хочу наградить хорошего сотрудника, полезного и нужного человека, что бы ему дали вы? Повысил звание? Да генерал-майор. Китель бы маршальский надел на него, и орден Сыдова дал бы. Очень хорошо. Вызовите Мардыхая Марковича Гоцмана и сделайте, как вы сказали. Я пришла. Попрощался. Что случилось, Эстер? Я тебя обидел? Я еврейка. И согласно директивы правительства подвяжу уничтожению своим народом. Я не понимаю, дорогая. Картина масла. Всех евреев казнят 13-го дня, 12-го месяца. Я и моя племянница будем казнены. Гоцман, вы еврей? Вы дядя Эстер? Так вы внимательно посмотрите. Мы таки родственники. Аман Бухгалтерович, что это вы надумали? Я, 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 я не знала, что Эстер еврейка. Я хотел вам указать Гоцмана. Вы меня подставили. Хотели моими руками свои грязные дела решать? Арестовать полковника? Плакали ваши уши? А директива? Как приняли, так и отменим. Никто не пострадает. Слово маршала. Вопросы есть? Есть. И много. Вы свободны, генерал-майор Гоцман. Картина масла. Ну, вот и все. Я, как непосредственно свидетель этих событий, все записала и вам рассказала. А вот вам новая директива. Праздник курит, помнить из рода в род. И усилиться, и делать подарки друзьям, и приятно. С праздником! Как с вами! Спасибо большое, друзья. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»